Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня сегодня Михаил Шевелёв, наш постоянный эксперт, экономист, аудитор и председатель Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. Михаил, добрый день. Добрый день, Юлия. Давайте, наверное, с вами начнём с темы митингов, которые прошли 12 июня по всей стране. Вот как вы их оцениваете? По пятибалльной шкале? Не, ну на самом деле оценивать митинги, ну дело действительно сложное. А вообще в том, что это факт состоявшийся, и причём даже для Кировской области, в которой собрать 100-200 человек, это уже такое, скажем так, пятно, которое привлекает определённое внимание, да, со стороны общественности, СМИ, ну того, что это действительно значит запрос на общество. А тут я полагаю, что было несколько сотен, почти... Порядка 500 человек. Порядка 500 человек. Это говорит о том... Я, кстати, проезжал мимо, я там не был, но я видел, что люди идут, идут достаточно активно, и причём это молодёжь, конечно, это в большей степени люди, когда там от 18 до 25 лет, наверное, да. То есть они идут, идут с интересом, и на самом деле я бы оценил это то, что существует запрос уже не просто на слово, существует запрос на некое движение, на то, что есть желание проголосовать ногами, что называется, да, и что-то сказать вслух, чтобы тебя услышали. То есть есть запрос на некий такой диалог, и это на самом деле, ну, такой признак достаточно... Как бы его правильно сказать-то? Признак действительной активности. То есть когда молодёжь начинает ходить на такие мероприятия, то значит, что у них есть определённый запрос на справедливость. Откуда он берётся, это другой вопрос, но на самом деле и школьники, и студенты, и, возможно, может быть, более старшее поколение, да, они видят, что вот это вот то, что происходит, то, что неправильно. Ну, об этом нужно как минимум говорить. То есть вот разговоры пошли, и, ну, такой протест, он есть, он виден, но должен сказать, что очень хорошо, что он происходит в рамках такого культурного, что ли, диалога. То есть не так много задержаний, арестов, столкновений. Но так как людей много, то, конечно, и опасность она такая вот присутствует, что ли, я бы сказал. Неужели вы считаете, что 500 человек для Кирова – это какая-то критическая масса? В Кирове ведь, на самом деле, никогда не собиралось, наверное, так много. То есть, ну, давайте возьмём там политические партии, да? То есть, на самом деле, собрать 500 человек для политической партии, ну, не применяя административный ресурс, будет крайне тяжело. Ну, возможно, только вот, ну, с точки зрения там активистов, возможно, там парламентские партии, типа там КПРФ, там Единая Россия, естественно, то есть, они могут себе позволить. Здесь же, фактически, люди, ну, абсолютно независимые, скажем так, никакими там административными узами не связанные, приходят и говорят. Я могу сказать, что вот по своему роду деятельности, вообще, на самом деле, 500 человек может прийти на собрание, ну, там, на какое-то там движение. Но они придут только в том случае, если их действительно интересует тот вопрос, который стоит на повестке дня, который будет обсуждаться. Чаще всего это проблемный вопрос. То есть, чаще всего это тот вопрос, о котором, ну, который их заботит. И прийти, выступить, послушать, там, постоять, посмотреть, ну, быть причастным к этому, там, решению или движению, ну, это для Кирова на самом деле немало. То есть, это мы можем, наверное, говорить о том, что пришел там 1%, кто об этом думает. Но если это 1%, то на 100 мы умножим, мы получим цифру в 50 тысяч человек. То есть, ну, как бы, вот такую статистику я бы привел. То есть, 50 тысяч человек так или иначе думают и разделяют эту точку зрения. И, ну, в принципе, из них вот кто-то пришел, кто-то уехал, возможно, там, отдыхать. А вот про молодежь я хотела отдельно спросить. А как вы для себя объясняете, почему все-таки именно молодые люди идут на эти митинги? Ну, во-первых, молодежь на сегодня, видите, как в любом, скажем так, возрасте, молодежь наиболее горячий такой возраст, да, такой бессмертный, я бы сказал. То есть, когда есть желания, есть силы и есть, ну, скажем, ну, такие юношеские идеалы, что ли. И в наше время, когда, в принципе, у них все есть, то есть, они не думают о том, как бы там покушать, там, на что покушать. То есть, они обеспечены, ну, разными современными необходимыми элементами существования, такие, там, как смартфоны, там, например, да, там, определенный образ жизни. Они, для них становится, ну, интерес, планка интереса, она становится, ну, скажем, все равно это ближе к некему такому, возможно, с одной стороны, запретному, а с другой стороны, это всегда запрос, ну, вот, на такую справедливость, о которой они слышат. Возможно, они слышат от родителей какие-то вещи, да, там, связанные с коррупцией, с тем, как по отношению к родителям поступают, там, несправедливо, там, возможно, там, да. С другой стороны, в этом возрасте, ну, ведь есть, там, патриотизм, который тоже воспитывается, там, да, духовность, поиск, там, себя, задавание себе вопросов относительно истины и всего. Все это вместе превращает, с одной стороны, в кашу в голове, с другой стороны, желание действовать. И все вместе, вот этот вот, ну, скажем, мы же видели, как в Украине быстро, там, элементарно все произошло, все изменилось, там, да. Вот здесь примерно такой же, как бы, скажем, состав, он формируется. И все это зависит как раз от того, что они сами видят и чувствуют и слышат, там, то, что происходит. Там, денег становится меньше, безработица становится где-то больше, где-то они сравнивают с другими регионами, как мы здесь живем, как они там живут. Они ездят по миру, для них открыт интернет, да, они все больше в интернете присутствуют. Все это вместе, конечно, дает им, скажем так, желание реализовать себя, ну, в какой-то, может быть, в каком-то справедливом движении. То есть, и вот поэтому они приходят. Людей более старшего поколения, скажем так, да, у которых уже есть дети, есть семья, есть работа. Там немножко, ну, что ли, другая цена входа, другая цена свободы. То есть, многие могут не прийти, потому что, ну, вот они работают в бюджетной сфере, а заведут от этого, они уже не пойдут и не будут так открыто там выражать свои мнения, эмоции, скажем, да. Там, когда у тебя есть ребенок, ты все равно уже, ну, уже ты не будешь тем, каким было раньше. То есть, ты все равно думаешь о будущем своих детей. И в этом плане, в этом есть разница. Для молодежи вот эти призывы Навального, скажем так, они, ну, достаточно просты, понятны. А то, как они поданы, то с точки зрения, как они проработаны, то, как они обработаны, скажем так, маркетингово там, да, имиджево там, с точки зрения там, современного, современной подачи, то, конечно, они воспринимаются и ребята себя чувствуют, в общем-то, причастны к некому великому делу. Вы сейчас так говорите, у меня создается впечатление, как будто вот лично вас уже все эти призывы Навального не цепляют. Ну, мы, как скажем, уже работали в Кировской области, когда господин Навальный только появился там на небосклоне, скажем там, и работал вот в здании напротив, скажем, в Катище Советника. Например, представляем там, откуда он появился, как он появился, что он делает, как он делает, какие его цели, задачи там, да. И если рассматривать, то, ну, с точки зрения, как правильно сказать-то, специалиста по связям с общественностью, там, общественного деятеля, то, конечно, ну, он берет те элементы, которые волнуют людей, да, и их очень красиво показывает, о них говорит. Он зажигает. Насколько я знаю, он всегда был таким вот ярким, там, хариуметичным человеком. Но если брать с точки зрения человека дело, ну, это немножко другие люди, то есть, да, те, там, хозяйственники, там, или те люди, на которых держатся, там, ну, целые регионы, там, да, они чаще всего обладают немножко другими чертами характера, нежели умение, там, зажечь толпу, там, и продвинуть, там, свои идеи. В общем, чтобы вы пошли на митинг за Навального, либо против коррупции, зажигательных речей для вас недостаточно. Да, для меня недостаточно зажигательных речей. На этом я предлагаю уйти на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате и нашего постоянного эксперта. Сейчас прервемся, очень скоро вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате, аудитора и экономиста, нашего постоянного эксперта. Михаил, давайте, чтобы закрыть вот эту историю с митингами, как общественный деятель. Оцените, пожалуйста, с какой целью вот это вот все делается. То есть это глобальная история с митингами против коррупции по всей стране. Это что, такая проба сил со стороны Навального? Нет, это отличные политические дивиденды. То есть в политике умение набирать очки, умение формировать свой электральный уровень, умение работать со своим избирателем, это очень дорогой ресурс на самом деле. И в масштабах страны мимо этого ресурса не пройти. Что бы ты ни хотел сделать, какие бы ты ни хотел провести, возможно, законы, изменения. То есть это формирование политической силы, с которой придется считаться. И поэтому я бы относился к этой протестной, скажем так, волне, протестному движению, как действительно к формированию некой силы. То есть стоит ли за этим Кремль, не стоит ли за этим Кремль, об этом можно спорить, обсуждать, думать, кто там на самом деле и так далее. Но тем не менее, я бы сказал по существу, что существует запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией, на реальную борьбу с коррупцией. И этот запрос, он, в общем-то, выливается вот в один из таких вариантов, которые мы видим. Про реальную борьбу с коррупцией не могу не упомянуть. Вы не считаете, что власть этот запрос перехватила у Навального истории с посадками губернаторов, чиновников за взятки? Да нет, я не считаю, что она перехвачена. Как бы сказать-то, развитие истории всегда волнообразно. То есть, когда появился 44-й закон, когда появились различные размывания ответственности первых лиц, регионов, муниципалитетов и так далее, то появился такой всплеск, скажем так, завышения стоимости строительных работ, например, да, или завышения стоимости каких-то контрактов. Потому что кто-то оценил, кто-то выставил, кто-то выиграл контракт, кто-то сделал там, да. Сколько реально это все стоит, ну, скажем так, по себестоимости, по большому счету никто не знает. И в результате появлялись, ну, скажем так, легкие деньги, количество которых в связи с неким избытком денег, возможно, в экономике, эта доля росла. Ну и, соответственно, коррупция, я бы сказал, увеличивается. То есть, в целом, вот как вот некий такой элемент, то есть, некий элемент излишнего платежа за вход в рынок, в работу. Вот, а когда это, когда денег в целом стало меньше, то коррупция, с одной стороны, и в целом стала, ну, снижаться, то есть, вот этот вот запас прочности стал, ну, как бы, переоценка каких-либо лотов стала меньше. То есть, стали внимательнее относиться к тому, чтобы посредников было меньше в аукционах, там, стали внимательнее относиться заказчики к определению смертной стоимости. То есть, эта вся внимательность привела к тому, что вот это вот, скажем, излишки денег, которые где-то делятся, они стали снижаться. Ну, то есть, вы имеете в виду сейчас, что денег стало меньше? Денег стало меньше. А интересантов столько же? Интересантов столько же. Поэтому нужно выкосить их ряды? Ну, у нас, наверное, был бы человек, повод, за что его, как бы, наказать всегда найдется. И, на самом деле, ну, тут вопрос системы, тут вопрос... Ну, вы не считаете, что вертикаль власти условно подсмотрела тему с коррупцией у Навального и решила, собственно, сама на этой теме, ну, попиариться, наверное, неправильное слово, но тем не менее? Ну, к сожалению, уж больно велика разница между теми примерами, которые нам демонстрируются, да, с теми, там, шубохранилищами, там, различными, там, квартирами с заваленными деньгами, скажем, да, и вот этими маленькими вещами, в которых, наверное, вращается большинство населения, ну, большинство, скажем так, тех избирателей, которые, ну, которые, по сути, отдают свои голоса за те или иные политические силы. И вот эта вот, эта разница, там, когда демонстрируют власть, ну, многие не верят. То есть многие считают, ну, наверное, его посадили вот за это, ну, реально его посадили не за коррупцию, а вот за эти там вещи. Где-то он не договорился, где-то он, там, перешел кому-то дорогу, там, ну, и так далее. То есть где-то, там, война, там, вверху каких-то кланов. То есть, а коррупция — это как повод. То есть, ну, всем можно, а вот тебе нельзя. И... А у Навального это превращается, ну, в большую частью, ну, в такие вопросы, которые, по большому счету-то, ведь, они, как бы, законны, они бывают, ну, взять, там, по имуществу, там, премьер-министра, да, то есть, ну, здесь у нас какие-то некоммерческие организации владеют каким-то имуществом, да, то есть, ну, кто-то им пользуется. Вот напрямую сказать, что все это незаконно, неправильно, но то, что это несправедливо, однозначно несправедливо. И вот этот вот, я бы вот, вот, законность и справедливость все-таки различал. То есть, и в данном смысле, когда все работает и всем хватает, про справедливость не вспоминают. Но когда уже не хватает денег кому-то, ну, или, там, каких-то ресурсов кому-то не хватает, начинают вспоминать о справедливости, а здесь уже, ну, что праведливо по отношению к одному, то к другому несправедливость, ну, несправедливо. И, соответственно, появляется такое, ну, нарастание противодействия. Оно очень опасно, сложно и вот, ну, неспокойно становится вообще в целом. И в данном случае, на мой взгляд, вот это вот неспокойствие рождается, ну, скорее, благодаря или, там, действиям Навального, нежели, там, благодаря действиям власти. Хорошо. Михаил, у меня перед глазами чудесный документ, которым, собственно, вы со мной и поделились. Я так предполагаю, что говорить мы об этом будем до конца эфира, потому что... Документ большой, времени мало. Да, там 90 страниц документа, большое, времени мало. Сначала советую всем загуглить, скачать и ознакомиться. Документ называется «Программа по оздоровлению государственных финансов Кировской области до 2019 года» от 31 марта 2017. Я хочу процитировать в начале немного, да, из этого документа. Итак. В условиях снижения доходов обострились проблемы финансирования социально значимых расходов и государственного долга. Государственный долг достиг предельных величин. Бюджетный дефицит перестал играть балансирующую роль. Вместе с тем, в соответствии с бюджетным кодексом, предельный объем госдолга субъекта России не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта РФ. Далее. В целях исполнения бюджетного законодательства необходимо принять меры по сокращению дефицита бюджета, пардон, и по этапному сокращению объема госдолга. Вот коротко об этом эти 90 страниц. Здесь написано, как наше правительство, собственно, собирается сокращать дефицит бюджета, как собирается наращивать доходы бюджета. И вот здесь начинается самое интересное. Ну, давайте. Я, на самом деле, с этим документом недавно решил ознакомиться. Вот. И, как ты сказала, загуглил. Вот. Начнем с того, что когда в Яндексе набираешь постановление правительства, то когда еще слово «правительство» не закончено, этот документ уже в тройке лидеров выходит. То есть, на самом деле, это означает, что его ищут, его скачивают, он доступен, его можно почитать. Второй момент. Я пока говорю по тому, как он появлялся. Самая его, наверное, большая ошибка в том, что он не был выложен на сайте правительства. Потому что, когда обнаружили, что он не выложен на сайте правительства, о том, что идет там сначала номер 181, а потом 183, то, соответственно, возник вопрос, что интересно, что это за документ. Вот. Это второй момент, который с этим связан, интересный. А третий момент, который с этим связан, и он интересный, он заключается, в общем-то, в банальных вещах, опять же. Он заключается в том, что этот документ обязательный, его необходимо было создать, подготовить. И, в принципе, он готовился, скорее всего, очень долго и давно, потому что он необходим для того, чтобы получать бюджетные субсидии с федерального уровня. Соответственно, этот документ необходим, вот в чем его практическая, как бы, скажем, может, польза, а может, угроза, скажем, да, она заключается в том, что Министерство финансов Российской Федерации так или иначе по этому документу будет смотреть, как вы соблюдаете взятые на себя обязательства, ну, с точки зрения, я бы сказал, именно антикризисного управления. Этот документ совершенно не содержит в себе какие-либо нормы и положения, которые бы касались, ну, по-настоящему увеличения, скажем так, финансового благополучия Кировской области. Потому что он, как и любой документ, наверное, антикризисного управляющего, содержит в себе такие тактические действия, связанные с тем, чтобы денег хватило на все. Ну, как, например, приходит на какое-либо предприятие антикризисный управляющий и там смотрит, что у него денег вот столько, а нужно вот эти вот обязательства выполнить. Соответственно, чтобы это все сошлось, дебет с кредитом, необходимо где-то дополнительно набрать денег, а где-то сократить расходы. И в этом случае немножко стянуть, а что ли, доходы и расходы, доходы и расходы наставляющие. Так вот, в этом документе, на самом деле, в лучших традициях, последних там 25 лет, написаны очевидные вещи из прошлого. То бишь, мы будем повышать доходы за счет... За счет наших налогов. Раз. За счет наших налогов. Два. И за счет изыскания дополнительных источников у работодателей, предприятий, налогоплательщиков. Три. Ну, здесь, конечно, есть еще пункт о повышении эффективности расходов областного бюджета. Красивая фраза. И он тоже вызывает вопросы. Мне кажется, что сокращение льгот за этой формулировкой кроется. Ну, нет, мы сейчас давайте разделим. То есть там все-таки действительные части, это повышение доходной части, сокращение... Оптимизация расходной. Да, оптимизация расходов. И сокращение госдолга Кировской области. И социалка там еще. Вот. То есть, честно говоря, документ какого-либо оптимизма вообще не... Конечно, не... Давайте вот, Михаил, прямо по пунктам. Потому что вы прочитали, и я просмотрела. Не весь. Ну, там много пунктов. Что больше всего вас... Тронуло? Тронуло, да? Возмутило, задело. Михаил, давайте вы подумаете, пока идет реклама. Хорошо. Потому что нам сейчас нужно прерваться. Это особое мнение Михаила Шевелева. Прямо сейчас мы обсуждаем программу финансового... Программу оздоровления госфинансов Кировской области до 2019 года. После перерыва вернемся. Особое мнение на 101FM. Мы возвращаемся в студию. Это особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. Прямо сейчас мы обсуждаем программу по... Господи, никак не запомню, как она называется. Финансового оздоровления. Программу по оздоровлению государственных финансов Кировской области до 2019 года. И вот я прямо сейчас читаю из пункта 3 данного документа приоритетное направление работы госорганов до 2019 года в части увеличения доходов. Реализация мероприятий по оптимизации налоговых преференций, установленных на региональном и местном уровне. Оптимизация региональных налоговых льгот. Оптимизация налоговых... Отказ от установления нулевых ставок по региональным налогам по большинству категорий налогоплательщиков. Отмена неэффективных и невостребованных льгот. Увеличение размеров налоговых ставок в пределах, установленных налоговым кодексом Российской Федерации. Ну, то есть, давайте так, по-простому, да? Например, берем транспортный налог. Переводим все это на русский язык теперь. Ну да. Переводим на обычные, в общем-то, налоги, скажем так, да? То есть, первое, это транспортный налог. То есть, с 2018 года планируется повышение, по-моему, оно уже даже принято, собственно, и внесены изменения в законодательство о том, что будет увеличена ставка по автомобилям свыше 150 лошадиных сил. То есть, планируется, что за счет этой нормы дополнительный бюджет будет привлечено порядка 55 миллионов в течение 2018-2019 года. А есть момент, там фраза просто очень интересная, связанная с тем, что, как это, если подскажите, там 1.1.2 пункт, по-моему, это за счет... Я сейчас подскажу пункт 1.1.2. Проведение мониторинга деятельности резидентов парковых зон в целях дополнительного привлечения налоговых платежей в бюджет области. Ну, то есть, чтобы понимать, да, я, может, что-то не понимаю, но я читаю прямо и просто и правильно. То есть, первым пунктом говорится о том, что должны работать, вести работу по привлечению резидентов парковых зон. И там такая комбинация цифр интересная, там 13, 14, 16, 13, 14, 16. Ну, и так, полагаю, там просто такой ряд интересный. То есть, вот, соответственно, ну, это количество. И следующим пунктом идет как раз вот эта фраза о том, что за счет мониторинга, ну, то бишь, посмотреть на налогоплательщика, будут появляться дополнительные налоговые поступления от этих налогоплательщиков. То есть, мне не совсем понятно. В моем сознании, в общем-то, очевидная вещь. То, что это мониторинг. 10 миллионов в 2017 году, между прочим. Да, да, да. А и в этом году уже там было, там есть план по 16. А в этом году уже, да. По 16, пардон, году план 4, 800 и факт 7, 395. То есть, уже на 3 миллиона. Ну, это еще 3 миллиона надо прибавить. Привысили, вот. А в следующем там предполагается повышение, ну, такое кратное. То есть, там, причем вот это все повышение кратное, оно такое пугающее. 10 миллионов, 20 миллионов и 39 миллионов. Вот, вот. То есть, вот повышение такой степени эффективности, оно, конечно, немножко пугает. Потому что я не вижу источников, за счет чего бы так бурно развивалась, скажем так, выручка предприятий, там, резидентов. Там, появление их численности, скажем, да. То есть, там, завоевание, возможно, каких-то там соседних рынков, регионов, там, и так далее. Вот эти работы я не вижу. За счет чего платить-то? Между прочим, Игроград уже собираются продавать, потому что он убыточный. Ну, это... Нет, не он убыточный, пардон, не Игроград убыточный, а чтобы покрыть убытки деятельности корпорации и развития Кировской области. Ну, к сожалению, большинство мер, которые тут приписаны, они все-таки не видят за деньгами людей. То есть, у нас все основные меры, которые существуют, они все-таки как-то вот обезличены, да, и применяются либо к имуществу, либо к ремонтам, ну, вот, а человека-то за ними не видно. Притом, что, например, там есть одна из цифр интересная, связанная с увеличением эффективности работы государственных учреждений. То есть, за счет... Ну, там сложно найти, там много очень листов, да? Да, сложно найти, много букв, много цифр. Ну, там тоже, условно говоря, если они в этом году там эффективность поступления в бюджет составляла там порядка 4 миллионов рублей, да, то планируется, что там в следующем году она составит там порядка, может быть, 10 миллионов рублей, там, а через два года она там составит порядка 30 миллионов рублей. То есть, такое увеличение эффективности работы, оно, ну, причем просто за счет... оно требует какого-то обоснования. То есть, есть впечатление о том, что, ну, возможно, за счет этого как-то общие цифры должны были выйти на какую-то общую цифру, вот, ну, и очень талантливо на нее выходим. Я бы не стал действительно рассматривать вот эти вот цифры как какая-то основа там для принятия решений, беспокойства, потому что в целом тренд беспокойства, он уже задан. Он задан элементарными положениями вещей, там, в бюджетных учреждениях, в образовании, здравоохранении, там, у кого есть знакомые, они не понаслышке знают, что там происходит. И, в принципе, эта фраза денег нет, она вот здесь очень четко прописана. Я бы сказал, что этот документ своего рода кульминация тех действий, которые там последние 25 лет ввелись на территорию Кировской области. И по большому счету... Последние 25 лет? Да, я считаю, что вообще в целом, как бы, то, что Кировская область там находится, там, где находится с точки зрения экономики. Это, в общем-то, в большой степени заслуга, в кавычках заслуга 90-х годов, когда мы старались удержаться в той плановой экономике, которая нам досталась. То есть мы не стали там развивать капитализм, в котором мы очутились, да, а мы старались сохранить то наработанное, те там заслуги, которые у нас были в советское время накоплены в регионе. Это не хорошо, не плохо, но это привело к тому, что мы сами себя загнали в некую такую ситуацию, когда отдали, ну, практически все бразды управления нашими крупнейшими, там, экономическими субъектами за пределы территории региона. И сегодня, ну, по сути, элементарно, там, решение по всем практически субъектам, которые наполняют нашу казну, которые формируют вот тут собственные доходы предприятия, они, к сожалению, ну, на них влиять-то очень тяжело, они не здесь. И по большому счету, там, кстати, если посмотреть по документу, там есть интересная тоже цифра, например, увеличение численности сотрудников, там, резидентов парковых зон. Да. То есть, например, как бы мы по численности это увеличиваем, то есть, и даже где-то превышением ожидания, как в 2016 году, да. Но если брать заработную плату и экономический эффект в виде НДФЛ от этих, как бы, сотрудников, то он очень невелик. Создание дополнительных рабочих мест от реализации инвестпроектов. То есть, и на него, честно говоря, там, ну, что там, 8-10 миллионов эффекта от НДФЛа за счет парковых зон, ну, миллиард положили, да, и получаем НДФЛ в виде 8-10 миллионов в год. Ну, это как-то не очень здорово, я бы сказал, очень неэффективное использование бюджетных ресурсов. При том, что, например, там есть элемент, связанный с, там тоже интересная фраза, установление дополнительных систем фото-видео в фиксации нарушений правил дорожного движения с целью увеличения сборов штрафов за нарушения. То есть, там не то, что там какая-то, там про безопасность речь не ведется, там важно, чтобы штрафов поступало больше, причем цифра там доложена достаточно приличная. С 50 миллионов там по первой строке, ну, там по следующему году, по-моему, или по 17-му, я что-то не помню, да, до там 100 с чем-то миллионов рублей там в 2019 году. Ну, вот вы знаете, в соседнем Татарстане, например, существуют камеры, которые отслеживают даже пристегнут или не пристегнут ремень. И за это тоже ходят штрафы. Ну, вот, как бы кощунство это ни звучало, наверное, за счет нарушителей правильно собирать дополнительное поступление в бюджет, за счет ужесточения условий ведения предпринимательской деятельности по отношению к субъектам малого предпринимательства, да, а это мы понимаем, что там до 100 человек и до 400 миллионов выручки это достаточно серьезные, крепкие предприятия. Ну, это не совсем правильно. Я нашла, Михаил, этот пункт. Это пункт 3.7 в приложении 1. Развитие системы фото-видео фиксации и нарушений правил дорожного движения в целях увеличения поступлений штрафов в бюджет. Ну, я почти не шусь. Мы произвели дословно. Да, то есть, и причем цифры там достаточно приличные. 50 миллионов. 50 миллионов. 52 миллиона, 162 миллиона, 148 миллионов. Ну, то есть нарушителей должно увеличиться в 3 раза. Количество фиксаций и нарушений должно увеличиться. Ну, да, да. К сожалению, это вот такие выводы, может быть, они не... Какие сигналы для бизнеса вы считываете из этого документа? Перерегистрироваться на Ямале, свернуть бизнес, что сделать? Нет, тут как бы, видите, тут нету субъекта, который бы думал о вязком бизнесе за пределами 5 лет. Хорошо, тут даже речь ведется уже о двухлетнем сроке. То есть нужно выполнить эту антикризисную программу. Сколько здесь останется субъектов предпринимательской деятельности, это уже вопрос, ну, не самый важный. К сожалению, отсутствие такого субъекта, оно, ну, позитивных, скажем так, элементов не дает. Ну, хорошо, кто это должен быть? Кто должен думать о Кировской области за пределами пятилетнего срока? Ну, конечно, это власть. То есть я хотел бы сказать, что это должна быть единая Россия, скажет партия власть. Ну, это президент, о чем вы говорите вообще? Нет, ну, если это не единая Россия, то кто? Конкретно Владимир Владимирович Путин? Я прямо вижу, как он думает о Кировской области. Ну, вот, или мы сами. А вот вопрос интересный. Как мы можем сами подумать о нашем бизнесе? Как мы можем сами его защитить? Как мы можем сами что-то сделать? Потому что, ну, реально цифры писать научились все. Отчеты научились писать. То есть даже многие работать научились. Но вот все в совокупности формировать позитивную картинку будущего. Не за счет новостей типа, там, принято решение о строительстве завода в Кировской области. Вот это у нас новость, которая популярна, топовая считается позитивной, да? А новости такой сухой, там, построен завод, трудоустроенный, там, тысячи человек, там, жителей. Так, Михаил, ускоряйтесь, у нас две минуты осталось. К чему вы ведете? Я веду к тому, что необходимо, чтобы появился субъект во власти, не знаю, в какой виде форме, который бы был нацелен на действительно конкретные экономические победы, ну, связанные с кировским бизнесом. Конкретные, простые, маленькие, но экономические победы. И роль предпринимателя должна увеличиваться, подсчет к нему должен расти, ну, и так далее. Может быть, это должна быть некая общественная структура? Ну, а что может общественная структура? Общественная структура, в том случае общественная структура экономически, ну, не экономически, а сильная, когда она платит за свое существование реальным рублем. И есть сила, которая этот рубль отрабатывает, лоббируя интересы общественной, ну, с точки зрения общественной. Я могу сказать, что, например, самая лучшая наша общественная структура предпринимательская, это Вятская торгово-промышленная палата, да, испытывает достаточно серьезные трудности со сбором членских взносов, ну, с точки зрения увеличения и прочего. Потому что, ну, сложно сделать так, чтобы защищать интересы субъектов, которые не готовы за это платить. Ну, вот на этом я предлагаю закончить. Может быть, не очень в позитивном ключе, но тем не менее. Ну, достаточно в боевом. Это было особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате, только что упомянутой нашего постоянного эксперта, аудитора-экономиста. Михаил, спасибо. Спасибо, Игорь. Программу для вас свела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.